Я Катя Мцетуридзе, телеведущая Первого канала, кинокритик, продюсер. Я очень люблю свою работу и свою жизнь. Я здесь для проекта «Вместе». Тёплая солнечная Грузия — это был Советский Союз. Это было такое смешение всех и теплых и холодных моментов этой странной страны, которой больше нет. Само это ощущение, что я из страны, которой больше нет, очень интересно. Поэтому мое детство в моей голове довольно путано. У меня есть какие-то очень теплые воспоминания, есть какие-то леденящие души, воспоминания. Комплексное детство в солнечной стране. Менял несколько школ, но я, поскольку человек очень коммуникабельный, всегда была очень социально открытая. Сложностей с переходами в школу не было, и мне наоборот даже нравилось менять атмосферу, знакомиться с новыми людьми. Я люблю очень открывать новых людей, через новых людей в себе что-то новое. Мы были две очень близкие подруги. Я и моя подруга. Всегда в классе есть кто-то такой на виду. Вот мы были на виду такие. И вдруг так неожиданно получилось, что весь класс против нас. А в чем была вот именно, ну как сказать, причина? Вот я до сих пор не понимаю. Это была зависть некой девочки, которая умудрилась настроить лучших мальчиков против нас. И так вышло. И при этом двое из этих мальчиков, как водится, класс, маленькая социальная группа, были в нас влюблены. И это было оттого и травматичнее, что некие чувства уже были. И мы такие вдруг вот оказались в таком полном молчании. То есть там не было против действий, было такое игнорирование. И так длилось примерно месяц. Но мы как-то по этому поводу грустили, видимо. Потому что мы привыкли к другому общению. У нас было много друзей и вне класса, и параллельно класса, и там старшеклассники, мы с кем дружили. И один из старшеклассников, он был на два года старше, это же катастрофа, такой разрыв. Вообще он был такой, словно 10-й Б, а мы там 8-й А. Он говорит, а что там, что-то не то у вас. Ну как в школу, все равно все выходит, там вроде разговаривает. Ну и мы ему рассказали. И вопрос решился очень легко. Вот, собственно, после этого начались 90-е уже такие, знаете. Он просто пришел и поговорил в классе вот с несколькими парнями, которые просто через буквально день поменяли всю обстановку. Как будто этого ничего не было. И вот те же девочки, и те же мальчики, которые там выступали вот месяц в таком игноре. И даже некоторые учителя. То есть к нам совершенно наоборот, даже было более повышенное это. Но уже, конечно, вот такой нежной дружбы дальше уже не могло быть, потому что мы уже понимали цену. Но мы были вдвоем, что как бы в этом смысле я была не одна, и она не одна, потому что мы были друг у друга. И вот наша дружба, наоборот, только стала крепче. У нас была прям очень близкая дружба. После этого я очень внимательно относилась к выбору своего круга близких друзей. Потому что все оказалось, что это все друзья. Так не бывает. Есть люди, группа крови. Надо очень важно определять людей, твоей группы крови и держаться их. Алексей Балабанов сказал, главное в жизни, главное счастье в жизни найти своих и успокоиться. Одиноким можно быть и в принципе в толпе. Ты можешь почувствовать одиночество. Я и тогда, и сейчас чувствую одиночество, если я в кругу не близких мне людей. Если я попадаю в какую-то чуждую мне социальную среду, а с моей активностью я периодически попадаю в разные группы людей. Иногда я чувствую себя одинокой, когда очень много людей. И я не чувствую близости и тепла. Для меня очень важен тактильный контакт. Я люблю с людьми быть на одной волне. Если не чувствую этого, тогда у меня возникает чувство одиночества. Когда подростка, мне себе нравилось. Я себе не нравилось, когда я была маленькая, потому что мне стригли коротко очень. Примерно до 9 лет у меня были все время короткие стрижки. Я дико была недовольна этим обстоятельством. Мы с мамой все время разбирались, потому что она говорила, потому что не любила расчесывать волосы, капризничала и я стригла. Как только я уже стала чуть больше понимать про себя и про свои права, каким-то образом это совпало с людьми в моей жизни, которые новые друзья появились, я обозначила свою позицию, что я хочу так выглядеть и стала выглядеть так, как я хочу. Я регулярно влюблялась, я была ветреная. Были и неразделенные мои влюбленности, и разделенные, или наоборот, как бы была влюбленная со стороны там парня, и когда с моей стороны не было ответной реакции, но было очень по-разному, но у меня никогда не было драмы, я вот не люблю делать драму из любви. Это свойство моего характера, я не люблю драматизировать что-то. Но поскольку я такая, конечно же, попадаются мне какие? Драматические мужчины. И мальчики тоже были несколько драматические, были очень смешные истории, вплоть до того, что молодой человек приходил к маме моей, жаловался, что я веду себя кое-как, и создавал мне какие-то реально сложности. А маме он нравился, и это была некая со мной разборка, почему я так себя веду и встречаюсь с другим мальчиком. Это, правда, смешные истории очень такие. Подростковой влюбленности, мне кажется, это вот прекрасно. И, наверное, вот на эту тему мой любимый фильм «Сто дней после детства Соловьева» ничего лучше я не видела. И это же тоже на нас влияло. Вот мы эти все фильмы смотрели. Например, Динара Асанова, великая режиссерша, я считаю, это просто явление в нашем кино. Ее фильмы формировали мое отношение к моему окружению. То есть я через ее фильмы училась каким-то вещам. Например, был фильм, выдающийся у нее «Не болит голова у дятла». То есть это вот как раз где и было все про эти жесткие подростковые конфликты. И мы через эти фильмы иногда получали информацию, как не надо или как надо, наоборот, учились. И сегодня это абсолютно отсутствует в нашем кино. И это, конечно, очень жаль, потому что это очень важно, чтобы был пример. Ее истории Асановой, там, ключ без права передачи и так далее, это все они просто создавали некие вот эти модели, как надо и как не надо она показывала, но они были человеческие. Или, например, фильм «Вам и не снилось». Это просто на разрыв аур. Я до сих пор смотрю этот фильм и я плачу. Потому что вот эта история невероятно нежной и серьезной подростковой любви. Поэтому, мне кажется, это все очень важно, чтобы проговаривать. Ну, лет мне было, когда примерно 12, наверное, тоже, опять же, 11-11 лет, уже такой пубертатный возраст, когда я поняла, что хочу быть кинокритиком. Но в целом я, наверное, хотела быть больше продюсером, но слова такого не было. И я хотела быть кинокритиком, чтобы иметь возможность изучить кино и самой снимать, но как режиссер я не хотела. Вот, собственно, я и хотела быть продюсером и критиком, и все это в итоге реализовалось. Но я поступила сначала на ИСТФАК, потому что не было приема на киноведческий, было раз в три года прием в университете. Чтобы не ждать СТФАК, там так получалось, я поступила на киноведческий, на исторический и через, соответственно, год добавился уже киноведческий. У меня было два образования, утром и вечером я училась, и получилось, в общем, полноценное классическое гуманитарное образование, чему я очень рада, оно пригодилось очень. У меня довольно сложные отношения с моим отцом, поэтому он как бы в нашей жизни, в моей жизни фигурировал спорадически, то есть он появлялся, то исчезал. И в этот момент он как раз активировался, почему показалось, что надо влиять. Ему не нравился этот выбор, он считал, что нормальная девочка из приличной семьи должна поступить на медицинский. Ну, это абсолютно не входило в мои планы, потому что я глубоко уважаю врачей, но это абсолютно не моя профессия и никогда бы я не смогла быть. Ну, просто не мое совсем. И да, это было некое давление, но мама поддерживала мою позицию, потому что как я хочу должно быть. И, наверное, это вот самое сильное, что мне поддержало в моей жизни, это мамина, всегда ее позиция, как сама считаешь нужным. Это очень важно, когда тебе дают стопроцентную свободу. Ты тогда, ну, по крайней мере, в моем случае так было, не идешь на те нарушения, которые ты могла бы пойти, если тебя прессуют и если тебя ограничивают. Меня не ограничивали. Для подростков очень важно осознать вот эту свою уникальность. Каждый из вас, из нас, из них, это уникальная личность. И красота она, в первую очередь, в душе. Когда ты это осознаешь, и твое окружение тебе помогает. И мне кажется, еще очень важно создавать свое окружение. Потому что вот это окружение поддерживает, либо опровергает и рушит твое отношение к себе. Я уезжала в Москву абсолютно с чистого листа. И мне не было ни одной секунды страшного. У меня была уверенность, что все будет хорошо. Но количество препятствий, которое было на моем пути, элементарно переезда, это просто зашкаливало. И это часто бывает, когда вы переходите на какой-то новый этап. Тут важно очень иметь веру, что ты не провалишься, что тебя ведет. И вот этот ангел-хранитель, Бог, природа, Всевышний, провидение, кто как хочет называет некая сила, которая больше нас. Я человек верующий, для меня это очень важно. Наверное, это было последнее, о чем я думала. То есть некое было минимум прожиточное, которое был из семьи частично. Частично я сама зарабатывала, потому что я в 14 лет работала. Я достаточно рано стала зарабатывать. Но для меня это не было принципиально. Тогда мы не ставили цель супербыстро стать богатыми. Культ денег не было. Вся наша культура, кино, литература давала, что есть нечто большее, а это все остальные инструменты. И вдруг поменялось это все. Конечно, это было немножко странно. Я думаю, что в первую очередь всегда была уверенность, что я хочу делать это, и для меня важно делать это. И с какими людьми? Переезжая в Москву, у меня была одна цель работать с Владом Листьевым. Я совершенно не была с ним знакома. Но я сказала, я хочу с ним работать. И через месяц я была с ним знакома, и я работала с ним. Я жила в городе, где, наверное, в Тбилиси это был один из самых... Где наркотики просто, это была норма жизни. Чтобы вы понимали, в десятом классе у нас два одноклассника только в моем классе умерло от передозировки. Это не были травка или что-то. Это была катастрофа. Я об этом не говорила, как будто этого нет. Что бы мне где ни предложили, для меня это было невозможно, потому что у меня... Мои ближайшие друзья уходили, понимаете? И мы их теряли. Для меня это было... Действительно, наверное, одна из самых сильных травм детства. И где наркотики, там были кровища, и драки, и убийства даже. Потому что это были такие очень разные социальные среды. И это была интеллигентская среда, это не была улица. Мы не были на улице. Это, опять же, вопрос семьи и личности твоей. То есть этого стержня, либо он у тебя есть, либо у тебя его нету. Ты просто делаешь... Вот это, наверное, мой характер. Что я понимала, что это тупиковый путь. У меня есть мечта, у меня есть цель. И, скорее всего, это была не цель, а мечта. Вот. Кино. И вот это нечто. Поэтому для меня это не был соблазн. То есть для меня это был ужас. Потому что я этот ужас ежедневно наблюдала. То есть для меня это было... Как? Кто-то сходил, бутерброд сделал, условно говоря, и съел. А кто-то пошел и укололся. Я даже не помню, чтобы там был какой-нибудь фильм снят на эту тему. Или... Такая была лакировка в действительности. Все красиво. Значит, солнечная страна. Гостеприимное вино пьют. И все. До сих пор я знаю, что очень много тоже. Но это сейчас и в Москве тоже, к сожалению, много всего. Но всегда выбор человека. Вот как фильмы Гассе Вансенто. Мне тоже они очень близки. Потому что я практически в этом выросла. Подруга моей мамы, которая вот... Такой мой ангел-хранитель тоже была. Потому что она была дико свободная. И она вот позволяла себе, например, там, будучи очень успешно замужем, влюбиться в кого-то. И для меня это был вышаг. То есть я считала, это так круто. Все говорили, какая она вообще... Вообще, как так можно, там, у нее вот ребенок. А она без памяти влюбилась в человека. Разрушила, там, десятилетний брак. Ушла из семьи. Эти отношения были недолговечны. Она была два года счастлива, и все. Она у меня была кумир. Она благополучно четыре раза была замужем. Она вот... Сколько там уже? Там сейчас 60, хорошо. Она выглядит великолепно. У нее сейчас вот... Очередная влюбленность и отношения. Я до сих пор ей восхищаюсь. Я очень ее люблю. И тогда она, конечно, для меня была... Очень серьезным примером. Я считаю, что надо слушать себя. Вот прямо взять и... В тишине какое-то время проводить с собой. Надо находить эти моменты. Надо понимать, что тебе ближе, какие тебе люди ближе. И выбирать себе какие-то ориентиры. И что ты любишь. Если ты любишь рисовать, а тебя заставляют там... Не знаю, поступать на... Не знаю, как-то там... Тяжелое машиностроение. Ну, не получится ничего хорошего. Потому что ты внутри будешь нереализованный художник. Или наоборот. Там вот у тебя артистические родители тебя пихают там в режиссуру. Ну, ты будешь снимать какое-нибудь там... Никакое кино. Чего тебе не сказала? Плохое слово. Будешь снимать такое кино. Ну, потому что это не твоя профессия. Но твои родители как бы хотят, чтобы ты продолжил. И их бизнес условно. Не бояться ничего. Это очень важно. Не бояться и понимать, что все меняется. И только... В вас внутри заложено все, что вам поможет идти дальше. То есть... Опираться на свое. Все. И на... Нечто большее. И наоборот. Акадурус. Посмещение. Литра... Ух-ху! 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 Благодарь! Ух-ху! Ух-ху! Продолжение следует...